Девушки отдыхают Корсары. Город потерянных кораблей. Игра вполне способна скрасить вашу печаль от того, что ожидание Корсаров 4 так затянулось. Оверклокт. Оправданная жестокость. Эта игра один из самых ожидаемых квестов последнего времени. Привет-привет, братья мои геймеры! С вами снова Фак и я, Андрей Воробей. Фак — это компас в мире компьютерных игр. Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии и услышите ответы на вопросы по прохождению. Итак, переходим к делу. Казалось бы, возвращение легенды из Сундук Мертвельца окончательно исчерпали потенциал серии Корсары. По крайней мере, третьей её части. Но нет! Сьюарт придерживается несколько иного мнения. И сегодня мы поговорим об игре Корсары — город потерянных кораблей. Сумеет ли очередной сиквел удержаться и не уронить планку лучшей игры на пиратскую тематику? Смотрите и сами всё увидите! Доктор Блад — убеждённый гуманист. Приезжает помочь больному. В результате его обвиняют в заговоре, арестовывают, судят и отводят в качестве раба на тропический остров. Такова завязка города потерянных кораблей. Очередного аддона к Корсарам за авторством группы энтузиастов из Seaward.ru. В основе игры по-прежнему лежит ролевая система Seed Mayor's Pirates. Герой обладает набором характеристик, которые охватывают все сферы жизни. Похождение на суше и на море, торговлю, починку корабля и так далее. Отрегулировать их можно только на старте. Потом они сами меняются в зависимости от вашего поведения. Жизнь в городах отныне бьёт ключом. Прогуливаются грозные мушкетёры, дамы кокетничают с кавалерами, рабочие тащат какие-то мешки, нищие снуют туда-сюда. Сам город потерянных кораблей и ацтекская столица Теночтитлан — натуральные шедевры российского дизайнерского искусства. Минимальные системные требования игры таковы. Процессор на частоте 2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видеопамяти и 8 ГБ на жёстком диске. Играть стало гораздо сложнее. Прежде всего, благодаря резко поумневшему АИ. При численном перевесе враг может взять вас в клешни и расстрелять с двух сторон. Хотя порой, видимо, от усердного мышления оппоненты начинают зависать. Кроме того, немалое значение играет появление мушкетёров. Один их залп может решить исход всего абордажа. Наша оценка геймплея — 5 баллов! За графику по-прежнему отвечает заслуженный движок-ветеран Шторг. На этот раз версии 2.8. Картинка с головой выдаёт его возраст, а также любительский характер дополнения. Отдав свою серию в руки cuart.ru, Акелла сделала, пожалуй, самый правильный со стратегической точки зрения выбор. Наша оценка графического оформления — 4 балла. К музыке и спецэффектам никаких нареканий нет. Наша оценка звука — 5 баллов. Впрочем, судите сами. По уровню создания атмосферы город потерянных кораблей даст фору Бурут-Сити с их трудно быть богом. И по количеству заданий тоже. Едва ли не каждый горожанин готов по первому требованию бросить дела, рассказать вам свою историю и вручить квест. Наша общая оценка игры — 5 баллов. Как ни странно, город потерянных кораблей оставляет благостное о себе впечатление. Да, перед нами всё тот же слегка улучшенный движок, та же карта Архипелага с парочкой новых локаций, куча мала из старых и новых мини-квестов и прочие незначительные изменения. Но, несмотря на это, играть всё так же интересно и увлекательно. Однако, будем надеяться, что это последняя игра с приставкой Corsair 3, и что в недалёком будущем нас ждёт по-настоящему новая Corsair 4. А теперь наши ответы на ваши вопросы и советы по прохождению. Первый вопрос. После освобождения Джерми Питта из-под стражи, я оказываюсь в городе, который захватили испанцы, и не могу найти своих сообщников по побегу. Тысяча чертей! Где они? Отвечаем. Примёхонько за верфью. Вам нужно вплавь обогнуть здания и найти их в сухом доке. После этого, опять-таки вплавь, добраться до вражеского фрегата. И, пользуясь тем, что большинство солдат орудуют в городе, благополучно захватить и сделать ноги в открытое море. Следующий вопрос. В таверне один капитан предложил мне дельца, и в оговорённом месте мы встретили целую эскадру из мановаров и фрегатов, набитых золотом. Реально ли их захватить, и какими ресурсами для этого нужно располагать? Отвечаем. Вам необходимо иметь в распоряжении как минимум один фрегат или пенас, и действовать исключительно с позиции абордажа. Так как один залп с мановара, особенно картечью, способен свести на нет всю дерзкую затею. Естественно, при таких раскладах команда и ваши официары должны быть морскими волками в деле абордажных схваток. Поклонникам квестов и адвенчур чешская компания Future Games запомнилась отличной игрой Black Mirror 2003 года выпуска. Дальнейшая судьба квеста дела складывалась довольно плачевно. В 2005-м они выпустили слабенькую Нибиру, Посланник Богов, а в ноябре прошлого года на прилавке легло их новое творение Next Life. В России эту адвенчуру можно найти под названием Reprobates «Вторая жизнь». Как известно, беда всегда приходит внезапно. Вот и главный герой квеста Reprobates, «Вторая жизнь», Адам, угодил в передрягу по пути на работу. Всё как обычно. Сел в машину, включил радио, вырулил на шоссе, и тут у него зазвонил телефон. О том, что разговоры по мобильным за рулём запрещены, Адам, похоже, тоже не знал. Поэтому и угодил прямо под колёса огромного грузовика. Бац! Машина в смятку, душа вон. Но попадает бедняга, как ни странно, не в рай и даже не в ад, а на какой-то забытый островок, со всех сторон, омываемый волнами бескрайнего океана. Пробудившись в странной камере с металлическими стенами, герой понимает, что он тут явно не один. На тумбочке возле койки кто-то оставил пачку крекеров и бутылку с питьевой водой. И правда, другие обитатели крошечного участка суши не заставили себя долго ждать. Один из местных обнаруживает новоприбывшего. И нет, не созывает к обеду племя дикарей людоедов, а всего лишь предлагает познакомиться. Оказывается, не один Адам хочет узнать, что это за место. Всех остальных мучает тот же самый вопрос. Рекомендованные системные требования таковы. Процессор с частотой 2,5 ГГц, гигабайт оперативной и 128 МБ видеопамяти. На жестком диске Adventure Reprobates вторая жизнь займет 2 ГБ. Даже в рамках жанра геймплей игры ужасно медлителен. Что касается загадок, то тут придется основательно поломать голову. Большинство решений не очевидны и зачастую все сводится к банальному пиксель-хантингу. Тройка за геймплей. Окружающий мир выглядит вполне опрятно. Зеленеет растительность, пролетают чайки, плещется море. Все это выполнено в аккуратном 2D. Тройка за внешний вид. Музыкальное сопровождение Reprobates можно назвать наиболее удачной частью игры. Медленно плывущие синтезаторные гудения вкупе со звуками природы прекрасно вписываются в антураж. А главное, создают атмосферу. 5 баллов за звук. Ложка меда в бочке дегтя ситуацию не меняет. Reprobates довольно слабый проект и больше тройки поставить ему никак нельзя. Да, Future Games окончательно скатились. Reprobates. Вторая жизнь понравится только самым отъявленным фанатам квестов. Задачки здесь непростые, а на их решение уходит куча времени. Но мы не испугались сложностей. И обнаружив в нашем почтовом ящике несколько вопросов по игре, тут же отправились в мир Reprobates, чтобы помочь вам с прохождением. Вопрос. Я оказался на острове и не понимаю, что делать дальше? Ответ. Первая ваша задача – добраться до колокольни. Для этого необходимо сдвинуть камень с юго-западной части острова. Подбирайте камни, палки и сухую траву. С их помощью вы сможете развести огонь рядом с валуном и сжечь удерживающую его корягу. Но сдвинуть камень в одиночку не получится. Поговорите с остальными поселенцами, они вам помогут. Вопрос. Я оказался в больнице, а Эдвин заперт в палате. Как его освободить? Ответ. Для начала подберите железную трубу и выкрутите лампочку. Они вам пригодятся. Далее оторвите кусок тряпки и намочите его, положив на пол под трубой, из которой капает вода. С этими вещами отправляйтесь к палате Эдвина. Мокрой тряпкой протрите окно, так вы сможете поговорить с ним. Далее разбейте вентиляционную решетку куском трубы. Эдвин просунет вам через нее веревку, которой следует привязать лампочку. Таким образом в палате Эдвина станет светло, и он найдет ключ от морга. Его он также передаст вам через вентиляцию. Отправляйтесь в морг, далее в офис. Там на стене найдете ключ от палаты Эдвина. Останется только открыть дверь и выпустить бедолагу на свободу. Смотрите во второй части программы. Monster Jam. На фоне остальных аркад, эта игра интересна своей необычной тематикой. Overclocked. Оправданная жестокость. Эта игра один из самых ожидаемых квестов последнего времени. Смотрите во второй части программы. Overclocked. Оправданная жестокость. Эта игра один из самых ожидаемых квестов последнего времени. Monster Jam. На фоне остальных аркад, эта игра интересна своей необычной тематикой. Немецкая студия House of Tales вот уже вторую игру подряд изучает человеческие страдания под гигантским увеличительным стеклом. И, похоже, готовится достигнуть выдающихся результатов в этой области. Первые два квестовых опыта оказались не очень успешными, но их предыдущий проект было за что любить. Overclocked – это игра, которую задумывают как психологический триллер, аккуратно завернутый в механику стандартного point-and-click квеста. Сюрпризы начинаются с сюжета нетривиального и сложно устроенного. Центральный персонаж – доктор Дэйв Макнамара. Отработав психиатром в американской армии, стал страдать приступами плохо объяснимой раздражительности и вспышками гнева. Кроме того, Макнамара несчастен. Его брак находится в затяжном кризисе. В этот не самый солнечный период жизни доктора вызывает в качестве специалиста психиатрическое отделение больницы Нью-Йорка. Туда ранним утром доставили пятерых подростков. Раздетые, кричащие и дезориентированные, они бродили по улицам под проливным дождем, сжимая в руках огнестрельное оружие. Разумеется, никто из них ничего не помнит. Макнамария, у которого и так в голове не очень-то прибрано, предстоит выяснить, кто они, откуда взялись и что с ними произошло. На все про все у Дэвида есть семь дней. Игра поступила в продажу 27 декабря 2007 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео, а также 7 ГБ на жестком диске. Гипнотизируя своих пациентов, главный герой получает над их памятью полный контроль, а мы, соответственно, берем управление подростками в свои руки. Блуждая по чужим воспоминаниям, нам необходимо отыскать там составные части общей головоломки. Наша оценка геймплея — 5 баллов. В основном это обусловлено качественным сюжетом. Визуальная игра выполнена согласно квестовому ГОСТу. Вечно молодое 2,5 Дэн. Трехмерные персонажи бродят по двухмерным задникам. Твердые 4 балла за внешний вид этого квеста. Озвучку можно также оценить на 4 балла. Вот небольшой фрагмент для оценки звука. Наш вундеркинд из Вашингтона. Добро пожаловать! Что ты говоришь? Ты что-то вспоминаешь. Это хорошо, мальчик. У тебя что-нибудь есть? Пистолет? И ломик? Откуда они у тебя? Я не знаю. Я подаю на развод. Пожалуйста, не звони мне больше. Твои бы жене со мной поговорить, слезняк. А теперь? Теперь кто тут круче всех? Реклама какой-то компьютерной игры. Разработано House of Tales. Никогда не слышал. Психологический триллер от авторов Moment of Silence. Главный герой путешествует по воспоминаниям памяти из колечных подростков, пытаясь понять, что с ними произошло. Заинтригованные? Тогда дерзайте. Наша общая оценка игры 5 баллов. В общем, Overclocked выглядит, пожалуй, одним из самых интригующих квестов. В первую очередь, благодаря своей нетривиальной завязке. Такой истории нам еще никто не рассказывал. И если сюжет вам понравился, можете легко закрывать глаза на графику, устаревшую механику и любые другие недочеты. Потому что за хорошую историю сегодня можно отдать многое. Полностью согласны и все понравилось? Тогда специально для вас наши ответы на ваши вопросы по прохождению. Первый вопрос. Зашел в больничку. Посидел там до вечера. Поговорил с пациентами. Приехал домой. Спал с женой. Спать не разрешают. Вожусь с больными в первой палате. Там к нему, типа, надо найти подход. А как? Гипноз не действует. Отвечаем. Для начала нужно найти лист бумаги и карандаш. Затем пройти в палату номер один и поговорить с пациентом. Следующий вопрос. Вторая ночь. Я вырубил свет в палатах. Взял фонарик. Но в палаты герой не заходит. Что нужно делать? Отвечаем. В третьей палате включаем фонарик. Разговариваем с парнем. Потом ставим запись пациента из пятой палаты. Далее гипнотизируем. Следующий вопрос. Что надо сделать, чтобы завершился первый день? Я провела сеанс гипноза с пациентом из первой палаты. С карандашом, листочком. Сходила в бар. Разбила зеркало в номере. А ему все не спится. Что дальше делать, я не знаю. Я и свет в палатах выключала. И звонила всем подряд. Ничего. Подскажите, плиз. Отвечаем. Квест линейный. Нужно обязательно поговорить со всеми персонажами. Американская нация подарила миру великое множество необычных видов спорта. Начиная от поедания гаммургеров на скорость и заканчивая мало кому понятной, кроме них самих, игрой бейсбол. Звездно-полосатый культ развлечений может соперничать разве что с тем же культом еды. Одним из таких оригинальных видов интертеймента является состязание бигфутов, джипов на здоровенных колесах. Проект Monster Jam, над которым мы сегодня приоткроем завесу тайны, всецело посвящен этим монстрам ночному кошмару любой легковушки. Monster Jam является сиквелом аркадного симулятора Monster Jam Maximum Destruction, вышедшего в конце 2002 года. С тех пор много воды утекло, и игра волшебным образом преобразилась. Впрочем, концепция игры значительных изменений не претерпела. Нам, как и прежде, предлагают на выбор несколько десятков бигфутов, которые в начале игры отличаются разве что внешним видом, а по мере прохождения становятся заметными и различия по технической части. И затем мы окунаемся с головой в многочисленные виды соревнований. Самые тривиальные из них — кольцевые гонки с коллегами по цеху. Но главной изюминкой игры являются выступления на стадионах. Где проводятся либо заезды с множеством препятствий, либо развлекушки в духе старой доброй Destruction Derby, в ходе которой под нож пускаются десятки ни в чем не повинных легковушек. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 256 МБ видео и 2,5 ГБ на винчестере. А и соперников оставляют желать лучшего, поэтому игрок их чаще всего, ввиду отсутствия зеркала заднего вида, не замечает. Сольные и стадионные выступления несколько встряхивают игрока, но опять-таки ненадолго. Наша оценка геймплея — 3 балла. Графика, пожалуй, является самой сильной стороной игры. Особенно в части системы разрушений. За 3 минуты, проведённые на трассе, вы больны целиком и полностью сравнять с землёй все прилегающие к ней постройки. Выглядит всё это достаточно оригинально и достойно похвал. Наша оценка графического оформления — 5 баллов. Музыка в игре традиционно агрессивна. Именно такой она должна быть, когда на экране появляются автомонстры. А вот со спецэффектами слабовато. Наша оценка звука — 3 балла. Монстр Джем на фоне остальных аркадных автосимуляторов интересен в первую очередь своей необычной тематикой. Не каждый день нам предлагают сесть за виртуальный руль автомонстра и подавить братьев своих меньших. Наша общая оценка «Монстр Джем» — 4 балла. Пресловутая оригинальность игры «Монстр Джем» и необычная для автоаркад тематика тонет в окровенной халтуре разработчиков. Им так и не удалось передать ту атмосферу безумия, которая царит на оригинальных шоу Бигфутов. Казалось бы, все ингредиенты успеха присутствуют. Громадный автопарк, разнообразные ситуации, полная разрушаемость объектов на трассе, заводной саундтрек. Но игра не цепляет. Возможно, стоило уделить чуть больше внимания искусственному интеллекту противника и физической модели поведения. Но не будем мы слишком суровы. Судя по количеству пришедших вопросов, на некоторые из которых мы сейчас ответим, поклонники игры есть и немало. Первый вопрос. При использовании нитроускорителя мой двигатель быстро выходит из строя. Можно ли его как-то прокачать? Отвечаю. Прокачать можно, но в пределах текущего заезда. Суть проста, как три копейки. Чем больше объектов на трассе вы разгромите и, соответственно, чем больше очков за это получите, тем дольше вы сможете использовать нитро без опасения перегрева двигателя. Следующий вопрос. На стадионах нет никаких подсказок или хинтов. Можете рассказать в двух словах, что там нужно делать и как занимать первые места? Рассказываем. Ваши действия во фристайле оцениваются по четырем показателям. Это количество атак на легковушки, трюки, разрушение построек и полеты в воздухе. Если за выделения вам пять минут вы сумеете раз по десять выполнить все эти действия, все равно в какой последовательности, то золотая медаль вам обеспечена. Следующий вопрос. Какие хитрости присутствуют в кольцевых соездах? Отвечаем. В гонках по кольцу необходимо грамотно распределять фактор разрушения и скорость движения по трассе. Универсальным средством может считаться таран, разрушаемых объектов на высокой скорости при использовании нитро и срезании углов на поворотах или серпантинах. Однако, не увлекайтесь сильно этим. Многие обычно таят в себе озера, в которых ваш бигфут, несмотря на свои громадные колеса, способен утонуть. А падение с большой высоты также карается принудительным возвратом хвост гонки. Что, соответственно, чревато потерей времени и позиций. На сегодня это все. Меня зовут Андрей Воробей, это был Фак. И тот, кто нас не смотрит, тот нехороший человек. Заходите в форум на сайте musdefisttv.ru Меня можно найти и там. Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.musdefisttv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. Счастливо!